добрый день дорогие друзья в этом видео мы поговорим с вами о правилах выбора инструмента для торговли эти правила универсальные могут быть применимы как для торговли акциями все вди на эти акции также и для криптовалют первым делом а вам нужно определиться с инструментом для выбора торговых пар например это может быть веб-сайт типа finvis например это если вы собираетесь торговать акции или cfd на эти акции также хороший скринер сайт market screener.com тоже очень вам рекомендуем ну а если вы собираетесь торговать например криптовалюты то конечно же вам необходим сайт coin market cup в зависимости от того какие инструменты вы собираетесь торговать такой скринер вам необходим например на finvis вы можете перейти к разделу скринер и здесь вы увидите вот здесь вот если включить огромное количество параметров которые позволяют вам уменьшить количество инструментов проходящих как бы через сито вашего отбора на данный момент американских акций и вот инструментов которые вы можете торговать вместе с фондами и те фами и так далее вот более восьми с половиной тысяч поэтому я вам рекомендую обратить внимание на фильтры например для акции то есть это вот объемы вы можете скорректировать средний объем при том кстати подведя мышку к любому из слов вот здесь вы увидите описание а если вы откроете help то есть как бы помощь то вот здесь подробно все будет расписано что каждая строчка вам обозначает то есть рекомендую обращать внимание на средний объем проторгованных акций в день также конечно цена очень важно и конечно же можно посмотреть вот in does industry то есть это как бы направление до либо просто акцию stocks only или предположим вы хотите торговать только авиалинии только например если они недорогие там до 50 долларов и если средний объем торгов там больше одного миллиона то вот из всех 8000 инструментов у вас будет вот всего лишь 10 10 инструментов которые вы можете уже анализировать поэтому обращайте внимание как минимум цену объем и сектор ну конечно же здесь есть и страна например если вы хотите торговать акции европейских компаний там он бразильский и канадский то конечно же сюда обращайте внимание и очень важным является конечно же ваш стиль торговли то есть если ваша торговля среднесрочная то это один набор фильтров если же вы торгуете например внутри дням то вам конечно нужно обращать внимание и на атр и на возможно скользящие средние которые здесь тоже присутствуют и на наличие гепов и индикаторы технического анализа как rsi с периодом 14 и так далее и так далее здесь огромное количество дополнительных параметров которые позволят вам отфильтровать точно так же есть и на маркет скринеры в разделе вот скринеры вы можете посмотреть все акции какие возможны либо вот дополнительно выбираете то что вам необходимо например там северная америка дальше определенные критерии либо это индикаторы технического анализа либо по цене по капитализации так же вот по сектору это можно делать и так далее то есть вы можете выбрать и список будет уменьшаться а потом переходите на конкретный инструмент и читаете про него будет это экономическая часть либо смотрите график календарь важных событий финансовые показатели то есть если вам это важно вы можете все это почитать и по итогу отобрать этот инструмент себе для торговли точно так же в финвизе вы можете получить список отобранных инструментов вот их название а дальше вы их переносите например в ту торговую платформу которой вы пользуетесь будь это метатредер 4 или 5 либо торговая платформа определенного брокера но если это метатредер то будьте внимательны в плане того что не все инструменты могут быть доступны у вашего конкретного брокера поэтому если вы не можете открыть сделку по какому-то из инструментов то проверьте на сайте брокера если возможность торговать именно этот инструмент служба технической поддержки наверняка вам в этом поможет поэтому огромное количество параметров на сайте финвиза их конкретное описание как что рассчитывается также вот здесь на market скринеры вы всего лишь зарегистрировались бесплатно и вы можете уже отбирать акции по секторам если вам криптовалюта интересна то через coin market кап также по критериям по объему но только здесь еще важно и на какой бирже торгуется потому что по криптовалютам существует огромное количество бирж если мы например посмотрим вот здесь но в данном случае эту монету торгует только одна биржа но если мы возьмем тот же биткоин то вы увидите что вот здесь много-много всего и биржа бинанс и кукоин и хобби и вот их тут просто десятки и сотни бирж которые торгуют эту криптовалюту к и с детей к японской иене к евро и так далее так далее то зависимости от вашего алгоритма вам нужно выбирать соответствующую торговую пару и также внимательно смотреть на какой бирже это торгуется но для криптовалют существует более скажем так сложные критерии отбора там все намного сложнее чем с американскими например акциями которые вот как раз на финвизе или на скринер market screener.com можно отобрать поэтому если вы хотите более подробный пошаговый с примерами отбор конкретных акций под некоторые например алгоритмы то напишите в комментариях к этому видео и обзор будет расширенный где мы конкретно отберем инструменты и посмотрим насколько они подходят под различные стиле торговли такие как отбой от уровня пробой закреплением или ложные пробои поэтому пишите в комментариях и мы сделаем совместно с вами большой подробный обзор это был краткий обзор возможностей фильтрации инструментов среди огромного их количества спасибо за внимание и до новых встреч до свидания